Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Саратовской области задержали жителей Саратова. Весной прошлого года в Саратове были задержаны 29 фигурантов. Предварительно установлено, что злоумышленники разработали и реализовали криминальную схему хищения денежных средств. Представляясь сотрудниками крупных госкомпаний, они обзванивали юридических лиц и частных предпринимателей и предлагали принять участие в тендерах на закупку товаров или услуг. Аферисты сообщали, что главным условием заключения выгодной сделки является сертификация участника торгов. Ее якобы могли провести только организации, зарегистрированные на заранее разработанном сообщниками интернет-сайте. Клиентам выдавали сертификаты, стоимость которых составляла до 50 тысяч рублей, после чего общение с ними прерывалось. В ходе расследования деятельности подозреваемых полицейские вышли на след еще одной организованной группы, которая работала по той же схеме. Ее лидер была хорошо знакома с ранее задержанными и решила воспользоваться их идеями. По версии следствия, она организовала работу сразу нескольких колл-центров, сотрудники которых продолжили противоправную деятельность. Кроме того, они активно расширяли штат, предлагая жителям региона стать тендерными консультантами. По имеющейся информации, потерпевшими стали не менее 500 представителей российского бизнеса из разных регионов нашей страны. В офисах и колл-центрах полицейские при поддержке Росгвардии провели обыски. Изъяты компьютерная техника, средства связи, сим-карты, печати, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователями Главного следственного управления Главного управления МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избраны различные меры пресечения. Полицейскими устанавливаются все эпизоды и соучастники незаконного бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин